Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Номер 683. Событие дня. Экклесиас 7.26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. За 26 октября 2017 года. Вчера вот один зашел, вот тут написано о женщинах, от нее грех. Я подумал, что может тут у вас будет мужчина грех, а у вас там о чем попало? То есть забрел не туда. Видно, что по этим словам можно определить подкаблучник. Он не может выбраться оттуда. Я его сразу определил. Ну, такой вот отзыв дал. Ни одного стиха нет в Библии, который не был бы направлен к нам. Вот что надо запомнить. А уж о женщине говорить не надо. Считай вторую книгу Ездры. Там все говорится, какая власть, что они делают. Ну-ка, что день. Утром встаем в 4.40. Я встаю где-то в 3 с чем-то. Чтобы до 4.40 основную почту разобрать в интернете. Стали жалобы идти на наш сайт. Не открывается что-то. А там как-то проходит время и уходит реклама. А реклама... Ну, тут ответили, что мы не платим за нее, за рекламу-то. Я могу даже показать тут сегодня у меня, какая переписка была, что... Оказывается, дело-то не так просто. Бесплатно они предоставляют на сколько-то гигабайт. А раз бесплатно, поэтому они как-то компенсируют себе. Ну, а как избавиться от рекламы? Ну, тут же сразу нашли способ. Там где-то пишут. Где-то или... Ну, что-то как-то в администрацию обращаются или сами. Я сейчас покажу, как это у нас было. Вчера переписка была. Сегодня вот уже нету этих людей тут. Так. Вот нашли. Там у нас стояли файлы отдельные. Все это просчитать надо, если кто не знает. Так. На 80 гигабайт они дают на сайте. Вот сейчас будет так. Вот тут у нас идет. И вот это видео нашел, которые у нас там стоят. А они лишние, отрывки отдельные. Много видеофайлов, которые не используются и на сайте. Я говорю, где эта папка? Он говорит, полностью забита. Папка здесь. Ну, вчера он выставил мне их. Я их разбазарил. Он их стер. Уже видите, как вот быстро. Эти видео стихийно сохранены на сайте. Вот мне их он показал. Он говорит, пытались выставить все видео на сайте. Теперь не вижу необходимости в неправильном использовании ограниченного пространства сайта, потому что есть видеоканал. Правильно. Тем более на сайте всего лишь несколько видео выставлено. Остальные просто хранятся, занимая дисковое пространство, не принося никакой пользы. Ну, я его прошу. Про это я не знал. Может, есть на видеоканале. Ну, он выставил их. Я вчера их все разбазарил. А они маленькими отрывками. И теперь в папке сложил, а занумеровал и выкинул в администрацию. Пусть модераторы работают. И это все необходимо устроить, выставить на YouTube. После этого я удалю их. И нужно наводить ревизию нужно. Более половины пространства сайта занимаются. Ну, я спрашиваю, где сайт 8 гигапайтный. На эти нужды выделил Яндекс. Бесплатно. Нажимайте на любой файл и можете его просмотреть. Там же справа должна быть кнопка скачать. Вот так. Все это мы вчера переписывались. И сегодня я утром рано сумел разбазарить это все с целью. Какие оставить, я сказал. Какие можно оставить. Какие где они? Здесь. Опять такое дело. Это все дело события дня. Вот это обработает. Вот так. Я говорю, эти, может быть, они у нас есть в моем мире. Похоже там. Пожалуйста. И тогда видно будет, что нам необходимо. Занялся бумагами. Огромный у меня архив. И найдешь. И по домам. По церкви. По людям. Тут объяснительные разные. Тут отдельно у меня папки по стихам. Отдельно по выступлениям. В разных организациях. В краевых собраниях. В университетах. Приглашения. Все это. Ну, люблю сохранять эти бумажки. Ну, вчера многое-многое уже выкинул. Как мы ехали дорогой. Все фиксировали. Километраж, деньги, евро эти платили. Ну, да Риссабоном. Вообрази. От порта находки. От Владивостока. Встречи какие. Все это фиксировалось. Как дневники. Ну, и вот кое-что оставил. Остальное убрал. Уже не вмещается. У меня писем только 77 томов было. После ареста уже накопилось. По 650 страниц. Я переплетчик сам. Реставратор. И вот с утра пораньше этим. Не просто так дать человеку. Сохранить прошлое. А иногда у меня находятся архивы. Даже съемки. Тогда вообще этого не было. Более 30 лет. Лет 40 назад. 45. Полвека даже есть. Не бумаги. А именно снятые. На пленку. Нас снимал брат. Теперь все оцифровали. Выставляю. И сейчас в университетах занятий нету. Много таких файлов. Вот сегодня я набирал. Показать даже как. Какая работа идет. Вот сколько папок. Что собрание бывшее. Собрание богослужения. Занятия. В Алтайском государственном техническом университете. Вот сколько маленьких. 23 файла. 23. Сейчас вот один хотя бы открою, чтобы показать. Это во время перерыва. Так. Он работает. Медленно заполняется. И почти не заполняется. Стоит. Ну. Будем надеяться. Надо молиться. Чтобы знание Бога. Убрать. И будут ответы. Надо не вновь. У нас были не те фотографии. Я уже 400 почти отдал. И сегодня еще 30-70. Надо молиться, чтобы Господь сейчас все. Приехал отец Иоанн. Из Тула. И он снимал. Тоже для нас это редко. Чтобы снимать на видео. Своего тогда не было. И ну что-то говорить-то. Но не было. И мы и так хорошо. Богослужения первые, которые были тоже. Проповеди счастья. Вот проповеди. Сколько здесь было проповедей. Проповеди. Только по счастям. Увидишь как. Тинули сеть по дороге. Тиньота разложили для меня. Это Давид говорит. Это буквально. Подослали людей. Которые где-то были. Где-то в пещере находятся. И садь понимает. Это в храме. Из этих вот будет слеплено. Что оно получается? Пять. А вес какой их? На 65 мегабайт. То есть совершенно небольшими. Такими как бы экскизиками. Вот. В университете занятия. Вот этих много здесь набрали. И вес их 900 мегабайт. Слава Иисусу Христу! 900 мегабайт. А файлов 25 мегабайт. Представь, сколько надо слеплять будет. Слепят. Они знают как. Проповеди. Что-то тут я не вижу. Ян Златовус. Что-то никак не вижу. Кто. Проповеди события. Это богослужение. Проповедей-то. Сколько здесь было. Что-то не вижу. Занятия. Так. Неожиданно так сюда зашел. Тут много проповедей. Оттуда из старых. Я их не знаю даже. Собрание событий. Нет. Тут все. Ладно. Потом увижу. И. Показать наши ресурсы. Вот. В моем мире. Очень легко переписываться. Вчера утром. Где отправили книги мы. В Орел Афина. Туда. В Петрозаводск. Люди оплатили. Там. Володя. Пошел. Свои курьеры. Тут. Ой-ой-ой. Сколько. И на все. Сопроводительные документы. И сохранить надо. Пока не получит. Поэтому так много бумаг. И далее у нас есть ленточный вот православный форум. 1600 тем. Большие. Ну и вот видеоканал. Опять выставляю. 8500 роликов у нас здесь. Сейчас только пока выставил. Посмотреть. Ольга 111 было. Пока говорил. Тоже 113. Добавляется. Утром смотрят. Это за 2 часа. И во свете Библии. Вот об этом говорится. Сейчас ревизию там делают. Кое-что убирают. А где ревизия? А вот звук и видео. Вот здесь. Все. Фильмы эти посмотрели. Там они уже отсутствуют. А теперь заново все это там работает. Патриотюды. Я ценю самые вот вопросы и ответы. Вот этими вопросами и ответами сейчас вот занимаюсь. Вопрос 2123. Восьмой том. Открытым оком. Есть изречение. Если враг не сдается, его уничтожают. Поддерживали ли это святые? Ответ. Хотя бы кто-то и поддерживал, но мы будем перед Богом отвечать потому, что требует от нас Слово Божие. А оно в Новом Завете учится совершенно по-другому, чем этот горьковский афоризм гонителей христианства. Не все знают, что это горьковский. Матфея 5.44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Сейчас везде говорят, относительно фильма Томатида, царя и патриарха Тихона подняли это анафема тем, которые с советской властью там убийцы. И их дети сейчас, они действительно все как ненормальные. Что они делают? У старых большевиков какие дети, как у артистов. Они погибают где-то, спиваются, наркоманят. 2 Тимофея 2.25. Скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Да будет воля твоя, мы молимся, а здесь в свою волю уловил их сатана. Когда христианство стало государственной религией, они тут же прибегли ко всем языческим методам уничтожения своих противников. В Греции среди православных императоров шла рубка, постоянно калечивая друг друга и любого, кто казался претендентом. Выродки от царя Ирода. Но есть прекрасные моменты, когда силой духовной власти, святости и авторитета усмиряли даже внешних врагов. Вот этого и нужно держаться, а не плотского оружия. Ну и сразу привожу местописание, доказательства от того, что я сказал. Эфесянов 6.12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мировой правителей тьмы века с его, против духов злоу поднебесной. Лев Катанский. 20 февраля. Кавычки. В то время лютый мучитель Атила, предводитель гуннов, называвшийся мечом Божиим, завоевав много стран, пришел в Италию, намереваясь ее опустошить огнем и мечом. Видя, что никто не может сопротивляться грозному завоевателю, папа Лев обратился с прилежной молитвой к Богу и, наношив на себя пост, призывая на помощь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, со слезами умолял Господа, чтобы он защитил своих рабов от свирепого врага. Почерпнувши в молитве мужество и твердость, святой Лев решил отправиться к мучителю, чтобы утишить его гнев и прекратить его ярость, готовый в случае нужды даже положить душу за овес своих. Мудрыми, сладкоглаголевыми и боговдохновенными словами беседовал он с Аттилой и превратил его из лютого волка в кроткую овсу. Грозный, неукротимый воитель, смиренно и мягко внимал словам угодника Божия, удивляясь его архиерейскому величию и ужасаясь перед святостью счастного лица его, исполнив все пожелания святого льва, грозный Аттила отошел от предела в Италии в свои земли. А воеводы Аттилы немало удивлялись, как Лев мог так скоро и так необычно сделать Аттилу из столь лютого князя, столь кротким. Они спрашивали Аттилу, почему ты убоялся одного только римлянина, пришедшего без оружия? Почему ты повиновался ему? Почему ты, словно побежденный, предался Бексу, оставляя в Италии такое множество богатств? Отвечая, не видели вы того, что я видел, отвечала Аттила. Я видел двух ангелоподобных мужей, стоявших по обеим сторонам папы. Это были святые первоверховные, папостолы Петр и Павел. В руках они держали обнаженные мечи и грозили мне смертью, если я не послушаюсь Божией архиерея. Ну вот кто это видел? Ну вот жития святых это сохранили. Если человек это не верит, то тоже ничего не скажешь, не веря. Так и остается. Вопрос 1570, шестой том открытым оком. Что нам говорит Библия про следующую ситуацию? Протоиерея Дмитрия Смирновы, исполняющего обязанности председателя синодального отдела по взаимодействию церкви и армии в интернет-мосте, задают вопрос. Известно, что в последнее время православное духовенство освещает оружие, боевую технику, самолеты. А как же заповеди добра и милосердия? Не кажется ли вам, отец Дмитрий, что таким образом благословляется орудие убийства? Дальше. Ну это ошибка. Вопрошателю надо просто посчитать этимологический словарь. Вот вы как это значит. Этимологический. Вся суть-то в чем-то. Петр-то не знал этого. Что? Если слово «война» означает «убийство», тогда мы должны каждого человека, идущего на войну, судить и сажать в тюрьму. Так, есть устав такой, что за убийство. Полагается срок от 8 лет и выше. Однако мы видим, что все происходит наоборот. То, что вы не сажаете, это не говорит, что наоборот. Писание. Писание нет ничего наоборот. Это происходит потому, что война убийством не является. Не является, когда Василий Великий прямо объясняет. Ты для того и бросил оружие, там стрелял, чтобы убить. Убийство. Если на войне убил, отлучается от церкви. Убийство, акт противозаконный. А война дело священное. В Новом Завете нет этого. Это все он обманывает людей. Это Дмитрий. Война и убийство – две вещи не просто разные, но противоположные. Это все равно, что сравнивать неприличную надпись на заборе с сонетом Шекспира. Вот надо знать надпись и Шекспира. Ни одного слова божественного нет. Нет, у попы неверующие. Церковь освящает оружие, потому что оно участвует в благородном деле, защитой храмов, жилья, жизни детей, женщин, стариков, словом, всего Отечества. Ну вот шли, храмы защищали, в Афганистане воевали. В Чечне никто храмы-то и не трогал. Завоевывали Польшу, гробили, гнобили. Какие храмы? Никакие поляки тут не приходили, не воевали еще при царе. Конечно, бывает нападение, агрессия. Но наше министерство все-таки называет не министерством агрессии, а министерством обороны. То есть совершенно неверующий это Димитрий. Министерство. Ну, он называет. Пришли-то не к тебе спрашивать-то, ты научился этим. Иди и воюй. Требуху-то растелешь от твою. На двух диванах не умещается. Человек, идущий на войну, не идет убивать, но идет умирать. Вот это здорово. Ну, вот это да. Сказал бы он при Сталине. И мы, освящая оружие, молимся, чтобы этому оружию была дана победа. Куда победа? Вот. Вот такой ответ маститого протеерея настоятеля восьми московских храмов, проректора ПСТБИ и декана факультета православной культуры Академии ракетных войск имени Петра Великого, автора многих книг, видеофильмов, проповедей. В дальнейшем мы узнаем, что 95% наших военнослужащих в Чечне являются членами церкви. Их родители также. Православные священники участвуют в этой войне и так далее и тому подобное. Ответ. По вопросу войны мы уже столько раз отвечали, что есть ли смысл все заново повторять. Прочтите наш материал, а я говорю вам, любите врагов ваших. В книге к истинному православию. Попы утверждают, что русские бритые затылки идут в Чечню не убивать и умирать. Может, потому так позорно и воюют, и столько гробов оттуда гонят, что они уже заранее приговоренными баранами валятся туда, ибо такой страх нагнали чеченцы, а на их их горе вояк. Воры всегда подмену слов ведут и не говорят, что своровал, но взял. Не залез в квартиру, но побыл в гостях. Не угнал машину, но проехал. Так и в названиях с министерствами. И пусть они там делают, что хотят, пусть воюют контрактники. Но какое дело христианам до этого, и тем более попам. А сатанила с безбожных попов, поэтому не имеет границы и безумия. Сколько таких вопросов умных им задают. Бог этим даёт всё ещё место покаяния мёртвым попам с мёртвыми душами и с мёртвыми знаниями. Но они уже нигде не могут засыпиться. Им нужно побывать в плену. Там, куда они отправляют умирать своих прихожан. Ничто не может освящаться вопреки Слову Божию. И никому из воюющих не нужна эта кадильная катавасия. Но вот уж так сатане это нужно, чтобы в самом страшном грехе убийства были замешаны не просто рядовые верующие, но священнослужители. И вот они выкрутасничают и благословят словами, как шуты на сцене. Совершеннейшие безбожные слова говорят. И опровергать их не стоит, так как с такими безбожными и говорить даже грех. На этом всё сегодня.